Всем привет! Меня зовут Вероника и сегодня для вас я подготовила вот такую вот очень простую модель слитков. Вяжется легко, но выглядит очень эффектно, красиво, на ножке очень хорошо сидит. Данные слитки я вязала на размер 37-38, но по данному видео вы сможете их связать на любой размер вашей ножки. Слитки я вязала из пряжи Alizella на Голд Классик. Метраж данной пряжи в 100 граммах 240 метров. 51 процент акрила и 49 процентов шерсти. Вязала спицами номер 3,5 миллиметра. Прежде чем приступить к вязанию, давайте разберемся с вот такой вот моделькой слитков. Слитки, как вы можете заметить, состоят из такой вот заготовочки. Изначально я начинаю вывязывать данную заготовочку с самого мысочка. Набираю 10 петель, делаю прибавки, затем обычным ровным полотном я далее провязываю нашу заготовку. И после того, как наша вот эта вот передняя часть готова, мы меряем данную заготовочку на ногу. И именно вот эта вот часть должна закрывать хорошо ваш мысок. Если вам вдруг недостаточно высоты именно вот этой вот части на вашу ножку и вам хочется, чтобы ваши слитки сидели на ножки повыше, тогда самостоятельно также обычным ровным полотном вы будете провязывать необходимое количество рядов. И после того, как давай отрегулировали вот эту вот часть слитка под свою ножку, мы будем вязать уже вот вот эти боковые части слитка. Две данные части слитка абсолютно идентичные, но вяжутся они отдельно. Поэтому просто мы делим наше полотно на две части. И сначала будем вывязывать одну часть, затем вторую часть. И после того, как наша заготовочка вот именно в таком виде готова, вы обратно примеряете ее на свою ножку. И вот как вы видите, вот эта вот заготовка должна хорошо сидеть на вашей ноге. То есть вот эти вот боковые части также можно отрегулировать. Если вам недостаточно тех сантиметров, которые я провязала и вам хочется провязать их побольше либо поменьше, также их можно отрегулировать. Мерим данную заготовку в немного растянутом состоянии. Задний шов будет просто сшиваться. И получается после того, когда мы свяжем вот такую вот заготовку, мы будем поднимать петли по контуру нашей заготовки. И если вы вдруг вязали какую-то из частей больше либо меньше, по контуру заготовки у вас получится либо больше, либо меньше петель. И соответственно размер у вас также будет либо больше, либо меньше. Так как из каждой кромочной петли мы будем поднимать одну петлю. Либо можно будет ориентироваться. Одна платочная дорожка это одна поднятая петля для подошвы. Подошва у нас абсолютно бесшовная, цельно вязаная. Вот таким вот образом она у нас выглядит. После того, когда мы вывяжем подошву, мы сделаем один аккуратный шов. И я еще обвязала крючком наш следок. Данная обвязка служит как для красоты. И если вдруг у вас следок именно вот в этой части, свободно сидит на ножке и вам хочется, чтобы он был немножко потуже, именно этой обвязкой можно эту проблему решить. Делаем обвязку немножко туже, чем мы делали это обычно. Далее я сделала вот такой вот цветочек. Но вы делаете то украшение, которое вам больше нравится. Можете сюда большую пуговицу пришить. Можете помпон из ниточек сделать, как вам больше нравится. Можете брошку какую-нибудь сюда красивую приколоть. Это на ваше усмотрение. Если вам понравилась данная модель, берем пряжу, спицы и приступаем к вязанию вместе со мной. На две спицы я набираю 10 петель. Данные 10 петель набираем для любого размера слитков. И начиная с первого ряда мы с вами будем добавлять петли. Первую кромочную петлю мы постоянно будем снимать, не провязывая на протяжении всего вязания. Сразу после первой кромочной петли мы делаем накид. Либо можно вот таким вот образом добавлять петлю. Далее провязываем все петли лицевыми, не довязывая одну петлю до конца ряда. В самом конце, перед последней петлей мы также добавляем уже вторую петлю. И последняя кромочная петля на протяжении всего вязания будет провязываться изнаночной петлей. Таким образом мы с вами в первом ряду добавили две петли. Одну петлю в самом начале, вторую в конце. Второй ряд у нас провязывается по изнаночной стороне. И во всех изнаночных рядах мы петли никакие добавлять не будем. Первую кромочную петлю мы снимаем не провязывая и далее у нас сразу идет добавленная наша петля. Мы ее провязываем за короткую стеночку петли лицевой. Это для того, чтобы у нас в вязании не образовывалось дырочек. Далее провязываем все петли лицевыми до второй добавленной петли. И также добавленную петлю мы провязываем за короткую стеночку лицевой петлей. Последняя петля кромочная. Давайте еще раз с вами данные два ряда провяжем. Первая кромочная петля снимается не провязывая. Далее после первой кромочной петли мы добавляем первую нашу петлю. Далее все петли провязываем лицевыми, не довязывая одну петлю на левой спице. Перед последней кромочной петлей мы добавляем вторую петлю и последняя кромочная постоянно провязывается изнаночной. Переворачиваем вязание и приступаем к четвертому ряду. Первую кромочную петлю мы снимаем. Добавленную петлю сразу после кромочной провязываем за короткую стеночку петли. Далее все петли лицевые до нашей второй добавленной петли. Мы довязали до второй добавленной петли. Также провязываем ее за короткую стеночку петли, чтобы у нас в вязании не образовывалось дырочек. Последняя кромочная постоянно провязывается изнаночной петлей. И таким образом я буду чередовать один лицевой ряд, второй изнаночный, до тех пор, пока у меня на спице не получится 26 петель. Получается во всех лицевых рядах. Первую кромочную петлю мы снимаем, сразу после первой кромочной петли мы добавляем первую нашу петлю. Далее все петли провязываем лицевыми и перед последней кромочной петлей мы добавляем уже вторую петлю. Последняя кромочная петля провязывается всегда изнаночной. Все изнаночные ряды мы провязываем все петли лицевыми, добавленные петли провязываем за короткую стеночку петли провязываем далее самостоятельно встретимся когда у нас получится на спице 26 петель у меня сейчас на спице располагается 26 петель если посчитать по вот этим вот объемным платочным дорожкам это получается 1 2 3 4 5 6 7 8 и 9 дорожка та, где мы набирали петли всего получается вместе с вот этой вот последний наборный 9 вот таких вот дорожек у нас в сантиметрах мои прибавки составили пять с половиной сантиметров высоту в ширину моя деталь по самой широкой вот этой вот части 15 сантиметров по самой узкой части 5 сантиметров больше добавлять петли я не буду далее провяжу обычным ровным полотном без каких-либо добавления петель еще 20 рядов все петли мы провязываем лицевыми как в лицевом так и в изнаночном ряду у нас получится 10 платочных дорожек первый ряд первую кромочную петлю я снимаю не провязывая далее вяжу все петли лицевыми последняя кромочная провязывается изнаночный переворачиваю вязание на изнаночную сторону первую кромочную петлю я снимаю не провязывая далее вяжу все петли лицевыми последняя кромочная провязывается изнаночной петлей мы с вами провязали два ряда и у нас получилась еще одна платочная дорожка получается одна платочная дорожка состоит из двух рядов одного лицевого и второго изнаночного ряда далее я провяжу самостоятельно еще 18 рядов либо у меня получится 9 платочных дорожек встретимся когда вы вяжем все 18 рядов обычными лицевыми петлями как с лицевой так и с изнаночной стороны я самостоятельно провязала 18 рядов в высоту это у меня составило 9 платочных дорожек если померить в сантиметрах моя заготовочка на данный момент получается 11 сантиметров далее вы можете вот эти вот все петли перенести на тросик какой-либо чтобы вот эту вот заготовочку померить на ножку я буду примерять данную заготовочку на манекен ноги получается мы с вами связали вот переднюю часть не считая наши подошвы след к и вот этого часть должна хорошо закрывается ваш весь масочек вот таким вот образом если допустим вам не хватает высоты вот этой вот заготовки и вам хочется связать ее больше либо вам высоты данной заготовки много тогда вы можете именно по высоте уже вот эту вот заготовочку отрегулировать под свою ногу у меня как вы видите заготовочка хорошо закрывает полностью весь мысочек еще она чуть-чуть потянется так как пряжа очень хорошо тянется и по высоте мне достаточно если посмотреть на готовом слитке вот вот это вы часть вот она у нас ту которую мы с вами уже вывезли осталось связать боковины слитка и подошву у меня сейчас на спице располагается 26 петель я эти все петли сейчас делю на 2 равные части получается у меня на одной спице получится 13 петель и на второй спице получится 13 петель и вот эти вот две части по 13 петель я буду вязать отдельно сейчас самостоятельно перенесем вот эти вот все петли на две спицы по 13 петель и сейчас мы свяжем сначала все петли на спицы получается наша первая боковая часть и потом когда вы вяжем первую боковую часть приступим к вязанию второй боковой части при вывязывании боковой части слитка я буду добавлять ниточку желтого цвета я каждым цветом вот такие вот полоски у меня получается провяжу по 4 ряда получается 4 ряда ниточкой бирюзового цвета далее 4 ряда ниточка желтого цвета 4 ряда бирюзовым 4 желтым и так далее изначально я буду провязывать ту спицу где у нас располагается кончик от рабочей нити получается первую кромочную петлю я снимаю не провязывая и далее все петли со спицы мы провязываем лицевыми последняя кромочная петля на протяжении всего вязания будет провязываться изнаночной это у нас будет 13 петля с этой спицы переворачиваю вязание на изнаночную сторону первую кромочную петлю я снимаю не провязывая и далее обратно я провязываю все петли лицевыми последняя петля на левой спице будет провязываться изнаночной так как она у нас кромочная 2 ряда мы с вами провязали сейчас самостоятельно провяжем еще таких же 2 ряда 1 лицевой 2 изнаночной получается мы с вами провязали 2 ряда вместе 2 ряда самостоятельно и у нас получилось 2 платочные дорожки теперь присоединяем нити желтого цвета и желтым цветом также провяжем 4 ряда прикладываю ниточку желтого цвета первую петлю мы будем постоянно снимать не провязывая это для того чтобы сохранилась по краю количество кромочных петель получается 1 петля снимается и далее провязываем уже ниточка желтого цвета все петли лицевыми последняя кромочная петля на протяжении всего вязания будет провязываться изнаночной переворачиваем вязание на изнаночную сторону первую кромочную петлю я снимаю не провязывая и далее вяжу все петли лицевыми последняя кромочная как мы помним провязывается изнаночной петлей кончики от рабочих нитей не прячем по изнаночной стороне самостоятельно получается у нас располагается 2 наших рабочих нити мы их ни в коем случае не обрезаем после того как мы провязали нитью желтого цвета 2 ряда теперь перекрутим нить и желтую с бирюзовой чтобы больших протяжек по данному краю у нас не образовывалось далее обратно берем нить желтого цвета и желтой нитью провяжем 2 еще ряда 1 лицевой 2 изнаночной все петли провязываем лицевыми как в лицевом так и в изнаночном ряду мы с вами провязали желтую дорожку которая состоит из четырех рядов либо двух платочных дорожек если посмотреть на готовом следке мы провязали вот вот эту вот желтую дорожку далее провязываем самостоятельно получается четыре ряда ниточка бирюзового цвета 4 желтого 4 бирюзового 4 желтого 4 бирюзового 4 желтого и в самом конце ниточка бирюзового цвета мы провяжем не четыре ряда а только два получается если посчитать у нас 1 платочная дорожка будет бирюзовым цветом 2 желтым 3 бирюзового 4 желтым 5 бирюзового 6 желтым 7 бирюзовым 8 желтым и 9 дорожка бирюзовым цветом но она будет состоять из двух рядов самостоятельно провязываем вот эту вот всю часть состоящая как мы посчитали из 9 дорожек поднимаем с этого края ниточку бирюзового цвета и этой нитью будем провязывать 4 ряда не забываем первую кромочную петлю мы будем постоянно снимать не провязывая встретимся когда мы вывяжем всю вот эту вот боковую часть слитка я вывезла одну сторону слитка как я говорила она у меня состоит из 9 вот таких вот полос желтую ниточку я обрезаю а именно ниточкой бирюзового цвета мы сейчас с вами закроем вот эти вот все петли но перед тем как закрыть петли данную заготовочку еще раз примере на манекен ножки прикладываю заготовку на манекен ноги и получается вот этого часть вас должна закрывать полностью всю вашу ножку по боковой части вот таким вот образом если вам недостаточно вот этой вот длинные которую мы с вами связали для вашего размера ножки тогда можете самостоятельно связать еще дополнительную полосу если вам много вот этого части тогда можете распустить несколько рядов то есть подрегулировать вот эту вот часть под свою ножку боковая часть моя в нерастянутом виде составляет 10 сантиметров общая заготовка примерно 22 сантиметра и после того когда вы убедились что вот этой вот высоты вам достаточно мы сейчас закроем все петли край этот при закрытии не затягивается чтобы у нас полотно было эластичным первую кромочную петлю я снимаю не провязывая вторую провязываю лицевой и теперь первую петлю набрасываю на вторую и спускаю следующую петлю провязываю лицевой и теперь первую петлю набрасываю на вторую и спускаю и таким образом мы закрываем полностью все наши петли пока у нас не останется на спице вот такая вот одна открытая петля далее мы рабочую ниточку обрезаем и продеваем в эту открытую петлю и затягиваем вот таким вот образом мы с вами связали одну боковую часть слитка теперь таким же образом нам надо связать вторую нашу боковую часть чтоб они были абсолютно идентичные получается присоединяем нить бирюзового цвета вот в серединку чтобы начинать связать с лицевой стороны кончик я не закрепляю просто потом его спрячу по изнаночной стороне первую петлю я снимаю не провязывая как мы помним и далее все петли я провязываю лицевыми последняя петля на протяжении всего вязания будет провязываться изнаночной так как она у нас кромочная первый ряд мы с вами провязали далее переворачиваем вязание самостоятельно вяжем второй ряд этой ниточкой третий ряд по лицевой стороне и четвертый ряд по изнаночной стороне получается сейчас мы ниточка бирюзового цвета про вяжем самостоятельно 3 ряда 3 ряда я самостоятельно провязала ниточка бирюзового цвета теперь сюда же будем присоединять ниточку желтого цвета и будем провязывать также как мы провязывали в первой нашей части далее 4 ряда ниточкой желтого цвета 4 ряда ниточкой бирюзового цвета затем обратно желтого 4 ряда 4 бирюзового ряда 4 желтого 4 бирюзового 4 ряда желтого и два только ряда бирюзового после того как там и вяжем с вами вот такую вторую деталь мы далее будем вместе с вами закрывать петли мы с вами провязали вторую часть слитка они абсолютно одинаковые желтую ниточку я обрезаю кончик спрячем по изнаночной стороне самостоятельно и после того когда я провязала девятую полосу только два ряда мы закрываем петли как и в первом случае первую кромочную петлю я снимаю не провязывая вторую провязываю лицевой и теперь первую петлю набрасываю на вторую и спускаю и таким образом мы закрываем все наши петли закрывайте не слишком туго данный крыш чтобы следок наш не был перетянут край получается мы полностью закрыли разровняем ниточку не обрезаем сейчас мы этой нитью будем далее вывязывать подошву после того как ваша заготовочка готова мы будем вывязывать подошву именно вот этой вот рабочей ниточкой с помощью крючка мы будем поднимать петли по контуру нашей заготовки из каждой кромочной петли у нас будет подниматься одна петля на крючок либо можно ориентироваться по платочным дорожкам именно по краям нашей заготовки сколько в полотне платочных дорожек столько у нас будет поднято именно по краям петель на крючок для подошвы соответственно если вы вдруг какую-то деталь вязали либо больше чем у меня либо меньше тогда у вас будет на крючок поднята либо больше либо меньше петель для подошвы и соответственно размер будет также либо больше чем у меня либо меньше получается одна петля у нас уже есть далее вставляем крючок в каждую кромочную петлю за две дужки подхватываем рабочую нить и у нас уже на крючке две петли получилось далее в следующую кромочную петлю за две дужки вставляю крючок подхватываю рабочую нить и поднимаю вот таким вот образом все наши петли получается из каждой кромочной петли у нас будет подниматься по одной петли на крючок далее вот эти вот все петли которые мы с вами поднимем по краю до наших 10 наборных петель это то есть вот таким вот образом поднимаем все петли далее мы их переносим на нашу рабочую спицу если у вас есть спица на леске можете эти все петли далее провязывать на спице на леске если вдруг у вас нету распределяйте это все на чулочные спицы далее самостоятельно поднимаем петли по данному краю именно до наших наборных петель вот таким вот образом по одной стороне я подняла все петли у меня в моем случае получилось поднята сейчас 37 петель далее мы будем поднимать именно вот эти вот 10 петель которые мы изначально набирали с помощью крючка вводим получается крючок также за две дужки и поднимаем по данному края 10 петель далее вот эти вот обратно все петли мы перенесем на нашу рабочую спицу и нам осталось поднять петли по второму краю слитка у нас получится поднята петель столько же сколько мы поднимали по первому краю в моем случае это 37 петель поднимаем таким же способом вводим крючок за две дужки кромочной петли подхватываем рабочую нить и у нас на крючке одна петля образовалась и таким образом далее по этим поднимать все наши петли получается из каждой кромочной петли у нас будет подниматься на крючок по одной петле далее вот эти вот все петли мы перенесем на нашу рабочую спицу вот таким вот образом выглядит все наши набранные петли получается у меня по двум краям по 37 петель поднята плюс 10 петель это те петли которые мы в самом начале набирали получается у меня сейчас на спице располагается восемьдесят четыре петли и сейчас начиная уже со второго изнаночного ряда то есть первый ряд когда мы с вами набирали все петли и далее со второго ряда мы с вами уже будем вывязывать подошву на подошву я буду отдавать именно вот эти вот центральные 10 петель все остальные боковые петли мы с вами будем убавлять формируя подошву если у вас на спице другое количество петель чем у меня вы также давайте на подошву центральные 10 петель а все остальные петли мы с вами будем вместе убавлять переворачиваю вязание на изнаночную сторону и сейчас я буду провязывать 37 моих боковых петель первую кромочную петлю я снимаю не провязывая и далее лицевыми петлями провязываю вторая петля 3 4 5 и так далее я буду в моем случае провязывать 37 петель это моя боковая часть слитка если у вас другое количество петель располагается на спице вы провязываете также лицевыми петлями до центральных 10 петель то есть до наших петель подошвы 37 петель я провязала вместе с кромочной и теперь у меня на спице вот эти вот 10 петель центральных из них мы будем вывязывать нашу подошву провязываем лицевыми петлями первая петля подошвы между первой и второй петлю я повешу маркер далее провязываем 2 петля 3 4 5 6 7 8 и 9 и между 9 и 10 последней петлей я повешу второй маркер и далее в каждом изнаночном ряду мы сразу после второго маркера две петли будем провязывать одной лицевой петлей это наша десятая петля подошвы и первая петля от боковой части переворачиваем наше вязание первую кромочную петлю я снимаю не провязывая хорошо нить подтягиваем маркер перебрасываем и до второго маркера я провязываю все петли лицевыми второй маркер перебрасываю и сразу после второго маркера мы провязываем в каждом лицевом ряду две петли вместе одной изнаночной петлей давайте еще данные 2 ряда повторим получается изначально у нас идет изнаночная сторона первую кромочную петлю я снимаю маркер перебрасываю и далее провязываю до второго маркера все петли лицевыми второй маркер перебрасываю и во всех изнаночных рядах сразу после второго маркера мы привязываем две петли вместе одной лицевой петлей хорошо нить подтягиваем вязание переворачиваем на лицевую сторону первую кромочную петлю я снимаю не провязывая маркер перебрасываю и далее до второго маркера мы провязываем все петли лицевыми второй маркер перебрасываю и сразу после второго маркера во всех лицевых рядах мы провязываем 2 петли вместе одной изнаночной петлей и таким образом мы будем формировать нашу подошву убавляя петли с двух сторон боковые получается во всех изнаночных рядах первую кромочную петлю мы снимаем не провязывая между маркерами провязываем все петли лицевыми сразу после второго маркера мы провязываем две петли вместе одной лицевой петлей во всех лицевых рядах первую кромочную петлю мы снимаем не провязывая далее провязываем все петли лицевыми между маркерами две петли после второго маркера мы провязываем одной изнаночной петлей таким образом мы будем провязывать нашу подошву до тех пор пока у меня с каждого края не останется на спице по 4 петли провязываем далее самостоятельно убавляем боковые петли я провязала подошву до тех пор пока у меня с каждого края не осталось по 4 петли плюс 10 петель это петли подошвы вот таким вот образом выглядит моя подошва и сейчас мы с вами будем убавлять петли не только боковые но и петли в подошве начинаем с изнаночной стороны так как в самом начале мы начинали повязывать подошву также с изнаночной стороны первую кромочную петлю я снимаю не провязывая маркер перебрасываю и далее вижу все петли лицевыми не довязывая 2 петли до 2 маркера у меня до 2 маркера осталось 2 петли и в каждом ряду я эти две петли буду провязывать одной лицевой петлей маркер перебрасываю и сразу после маркера так как это у нас изнаночная сторона я провязываю две петли вместе также одной лицевой петлей вязание переворачиваю на лицевую сторону первую кромочную петлю есть но не провязывая маркер перебрасываю и далее вяжу все петли лицевыми не довязывая 2 петли до 2 маркера и данные две петли я провязываю в каждом ряду одной лицевой петлей маркер перебрасываю и так как это у нас лицевая сторона я две петли после второго маркера провязываю одной изнаночной петлей таким образом мы с вами убавляем петли не только боковые но и в подошве давайте еще данные два ряда с вами повторим первую кромочную петлю я снимаю не провязывая маркер перебрасываю и далее вяжу все петли лицевыми не довязывая 2 петли до 2 маркера и эти две петли перед вторым маркером я провязываю в каждом ряду одной лицевой маркер перебрасываю так как это у нас изнаночная сторона я провязываю 2 петли вместе одной лицевой петлей вязание переворачиваю на лицевую сторону первую кромочную петлю я снимаю не провязывая маркер и далее вяжу все петли лицевыми не довязывая две петли до 2 маркера и вот эти вот две петли я провязываю в каждом ряду одной лицевой петлей маркер перебрасываю и так как это у нас лицевая сторона сразу после второго маркера я провязываю две петли вместе одной изнаночной петлей и таким образом вы убавляете петли далее и в подошве и боковые до тех пор пока у вас не убавится все ваши боковые петли все боковые петли я убавила сейчас маркером и снимем у нас на спице располагается три петли и сейчас мы эти три петли между собой соединим первую петлю снимаю не провязывая следующие две петли я провязываю вместе одной лицевой и первую петлю набрасываю на вторую и спускаю таким образом у нас с вами осталась одна открытая петля рабочую ниточку сейчас мы обрезаем немножко побольше чем обычно чтобы этой нитью сшить вот этот вот весь шов и продеваем эту нить в открытую петлю затягиваем вот такая вот у нас с вами получилось подошва заужения на пяточку сейчас мы эту рабочую нить в денем в иголку с широким ушком и сошьем данный шов сшивать данный шов я буду не за кромочные вот эти вот петли а дужки петель которые располагаются между дорожкой из кромочных петель и следующей платочной дорожкой вот за эти внутренние дужки петель получается вводим иголочку за вот эти вот дужки которые располагаются между дорожками с одной стороны и таким же образом со второй стороны с одной стороны и с одной стороны и со второй далее полностью весь шов и будет сшивать таким вот образом только сшиваете равномерно ориентируйтесь больше не на кромочные вот эти вот петли а просто чтобы сшов у вас шел равномерно шов не забываем разравнивать чтоб ничего не стягивало наш следов встретимся когда сошьете полностью весь шов вот так вот красиво данный шов у нас смотрится разровняем не забываем далее рабочую нить выводим на изнаночную сторону закрепим по изнанке и обрежем вот таким вот образом выглядит наш следочек на данный момент но я еще сделаю обвязочку чтобы следок наверняка хорошо сидел на ножке вот этот вот край был более фиксированный но и вид совершенно другой получается поэтому сейчас беру ниточку желтого цвета крючок примерно три три с половиной миллиметра и будем делать данную обвязку если вы вдруг вязать крючком не умеете здесь очень все легко попробуйте у вас все получится обвязывать следок я буду именно где у нас располагается шов ввожу крючок за две дужки кромочной петли подхватываю желтую рабочую ниточку и вот таким вот образом у нас на крючке образовалась одна петля кончик мы откладываем делаем воздушную петлю и сейчас данный край мы будем обвязывать столбиком без накидов ввожу крючок в следующую кромочную петлю за две дужки подхватываю рабочую нить у меня на крючке получилось две петли и данные две петли я между собой соединяю следующую кромочную петлю ввожу крючок подхватываю рабочую нить и теперь эти две петли между собой соединим следующую кромочную петлю ввожу крючок эти две петли соединяем и вот таким вот образом очень все просто мы обвязываем наш следок если вы хотите чтобы край был более потуже тогда немного туже делайте вашу обвязку если вам обвязка просто для красоты тогда не сильно туго делаете чтобы хорошо ножка проходила в данное отверстие далее делайте обвязку по округу до того места где мы с вами начали провязывайте таким же образом самостоятельно встретимся когда обвяжите полностью весь край слитка и после того когда мы с вами обвязали полностью весь край слитка край мы разровняем далее нить мы обрезаем и просто вынимаем далее с помощью крючка прячем вот эту вот рабочую нить по изнаночной стороне слитка вот таким вот образом выглядит наш следок с обвязкой далее что касается вот этого цветочка если вам вдруг понравился именно этот цветочек я оставлю ссылочку как я вязала по мастер-классу мариной курцовой ссылочку я оставлю ниже в инфобоксе сразу под видео если вы вдруг захотите что-то другое это на ваше усмотрение если вам понравился данный мастер-класс поддержите меня лайком если вы не подписаны на мой канал обязательно подпишитесь а мы с вами встретимся в новом видео всем спасибо за просмотр всем пока пока